красный угол нужно у себя в доме обязательно создать и собрать собрать в красном углу как бы такой вот алтарь но вот тоже пример да вот тут окно вот тут окно и вот это вот здесь красный угол то есть красный угол он обязательно должен был быть и к красному углу уделяли большое внимание видите они вот стол с самоваром туда вот то есть получается если вы будете проектировать дом то есть хотя бы сделайте чтоб хотя бы один из углов вот так вот с двух сторон были окна и вот сюда вот стол и вот здесь вот дорогих гостей еще в красный угол сажали самых дорогих гостей дома кто вот приходил и вот их сажали в красный угол и это был знак такого максимального внимания ну а это вот это я все демонстрирую сейчас известные картины российских живописцев вот картина где видите человек ну видно что ему совсем уже плохо и его положили под образа его положили в красный угол чтобы хотя бы красный угол окно занавесили чтобы хотя бы красный угол как-то ему помогал победить болезнь так что красный угол это важная в доме вещь и по славянской традиции мы этот красный угол с вами тоже можем у себя создавать теперь следующее помимо красного угла есть еще одна традиция которая была но которая трансформировалась и оказалась опять таки уже забытой но она очень сильная красный угол это защита внутри это это то что дает защиту внутри и получается что если у нас красный угол есть то все будет хорошо вот допустим вот это наше помещение вот это вот вот этот угол он выходит прямо ровно на север тогда какой делать красным углом юго-востока не будет ну так не получается вот этот потому что если нет тот нельзя тут уже либо этот либо это раз этот выходит на север значит этот как вы думаете куда на юг напротив на восток на восток да нужен юго-восток ну хотя бы пусть будет восток то есть красный угол если не получается юго-восток то хотя бы пусть будет юг или восток вот так что что то одно из этого вот это красный угол и вот в этом углу бы надо было все разместить все красивое и вот этот угол он бы очень очень помогал следующее мы с вами с детства как вы помните любили водить хороводы это такая традиция особенно вокруг елки водили хороводы и не только что это такое это чисто славянская вещь а именно но только не дети а взрослые собираясь всей деревней всем селом взрослые люди взявшись за руки они водили хоровод шли вот так вот вокруг или дома или даже всего всего целого вот этого своего села целого поселения целые деревни что это такое это то что на теперь называется крестный ход это чисто славянская опять таки слямзиная ну так сказать мягко позаимствованная в церкви это славянская ходить вместе вокруг это такого нет в других конфессиях у христиан это не христианская это славянская традиция потому что когда люди ходят вместе вокруг или дома или строение или целые деревни то меняется энергия меняется энергия поэтому если допустим у кого-то на дачи дома пошли неприятности одна за другой ну как в народе говорят наверное вас кто-то сглазил может кстати может быть и так а может быть и не так но в общем пошли беда за бедой тогда выходили и хороводом ходили вокруг дома и это меняло энергии получался такое живое кольцо живое кольцо оно прогоняет как бы мы выразились на своем языке чернолунные силы вот живое кольцо оно противостоит всяким влияния поэтому даже если там допустим сглазили или просто у людей неприятности сами по себе происходят то необходимо организовать вот этот крестный ход вместе ходить вокруг то что вы в детстве делали но нам не объясняли что вообще-то это древний славянский обычай просто говорили возьмитесь дети за руки и вокруг елки и мы значит на день рождения так вот об этом сейчас и пойдет речь именно это я и расскажу как огромная неприятность которая произошла произошла в истории славянского народа дело в том что вот коллега сейчас задала очень важный вопрос ходить это вот как на кольцевой метро мы знаем есть как говорят который едет да вот так и едет вот так ходить можно в две стороны либо вот так вы пойдете вокруг дома либо вот так и есть огромная разница если ходить по часовой стрелке по часовой стрелке это по-славянски это как вы становитесь лицом на север это важно то есть вот мы вышли все вокруг дома и встали так повернулись лицом на север и тогда нужно ходить вокруг дома так я понятно объясняю по кругу по часовой стрелке по часовой стрелке это слать по-славянски называется по-салон по-салонь по-салонь это очень древнее название по-салонь по-салонь ну ударение и так и так ставят по-салонь кто когда-то слышит это но эти слова мало используются в наши дни как и слово харизма строкизм думает что это имеет ввиду что надо еще досолить там что-нибудь салатик по-салонь это означает ходить по-солнцу по-солнцу это значит по-часовой стрелке вокруг деревни или вокруг отдельно взятого дома вокруг даже завода которые собираются банкротить школы которые собираются закрыть так бы можно было нам с вами объединиться и ходить вокруг по часовой стрелке это меняет энергию но только имейте в виду ходить надо не внутри когда мы в помещении детском вокруг елочки это не то это обязательно проходка уличная она не работает внутри помещения то есть человек обязательно люди должны быть снаружи того в чем надо поменять энергию снаружи вышли и дружно дружно пошли наворачивать круги принципиально важно в какую сторону наворачиваем по солонь означает по солнцу и вам как астрологам это очень легко представить потому что по часовой стрелке ежедневно если помните мы с этого когда-то начинали изучать западную астрологию как изо дня в день так или нет солнышко после восхода проходит дома гороскопа но проходит она как раз дома по часовой стрелке но порядок домов но обратный то есть солнце с двенадцатого дома это утром поднимается в одиннадцатый это уже день потом десятый это полдень это вот потом девятый это уже после обеда восьмой ну и уже к вечеру вот так вот вот это посолонь называется по ходу солнца и хождение вокруг вокруг храма или дома посолонь по солнцу означает что деревня дом или учреждение благодаря живому кольцу людей окутывается положительной энергией и темные силы разрушаются хождение посолонь посолонь и славяне регулярно ходили не дети а взрослые люди регулярно ходили защищали это был очень распространенный обычай чтобы ну сколько людей сколько ушей есть людей да желательно вообще все взрослые должны были принимать ну понятно но как бы это такое это уже мы говорим о деталях цепочки а сейчас нас интересует сам факт что было дальше и так ходить надо по часовой стрелке можно и своей семьей да именно так по часовой я понимаю да но если вы вот конкретно ваш дом вы столько людей не возьмете чтобы замкнуть это вам надо весь дачный кооператив а он ходить откажется вокруг вашего дома поэтому если еще вокруг самого кооператива главное что вот так взявшись за руки и пошли пошли по кругу что было дальше 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 произошло крещение руси это то о чем мы с вами говорили в самом начале что я вам с первого курса забивал голову что наши судьбы славянских народов очень тяжелые как говорится как в анекдоте что же вы такие несчастные если такие умные там и так далее это прям про нас сатурн 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 а откуда этот сатурн взялся почему его нельзя преодолеть и мы с вами сформулировали одну мысль что тяжкая карма лежит на славянских народах за то что они отказались говорили или нет от чего отказались От веры своих предков. И за это народ, любой народ не получает светлого будущего, потому что нельзя предавать свои корни. Это закон вселенной. Нельзя, как говорят, не руби сук, на котором сидишь. А в случае народа сук это метафизически, это культура твоих предков. Это правила, которыми они жили, а крещение это была катастрофа. Дикая, дикая, страшная катастрофа и в духовном, и в историческом смысле. И что было дальше? Дальше я вам рассказывал церковь очень аккуратно. Многое славянское взяло в себя, чтобы оно выглядело, как будто бы оно связано с православием. В том числе вот эти хождения. Эти хождения классное, объединяющее, как это, тимбилдинг. Классное, объединяющее прихожан мероприятия ходить вокруг. И взяли под себя, это тоже было объявлено, что это православное вот это вот хождение, хотя это не так. И ходили правильно по часовой стрелке, но до определенного момента. И однажды случилась следующая катастрофа. Следующая катастрофа, она произошла очень давно. Это было, страшно сказать в каком году, 1479. Ну это от нас и не посчитать. Как давно это было? 1479. А что случилось? То есть конец, или точнее вторая половина 15 века. А сейчас первая половина 21, ну то есть уйму лет назад. Вот. А что случилось в этом ничем не примечательном 1479 году? А в этом году московский митрополит Геронтий издал указ поменять направление крестного хода. Поменять. Вы спрашиваете, зачем? Он ответ, зачем? Затем, что забыли, как это оно по Сатурну живется. Велел поменять хождение по часовой стрелке напротив часовой стрелки. Не астрологу это вообще никак не звучит, без разницы. Ну какая, мол, да так ты будешь ходить, или вот так ты. Все равно же, мол, по кругу ходят. Какая разница, в какую сторону ходить? Огромная разница, потому что хождение против солнца, у него тоже есть свое название. Противосолонь. Противосолонь. Геронтий сказал, что посолонь это вот языческое, но я вам рассказывал, что славянская культура, она именно поэтому не возрождается. Не потому, что людям это неинтересно, ну живущим в России, людям это очень интересно. А потому, что есть некие инстанции, которые крайне не хотят, ну вот ничего такого сильно славянского, понятно, о ком идет речь. Так вот, Геронтий сказал, что нет, это нехорошо, вот это, ходить как язычники. Будем ходить, как правильные люди, против солнца. И с 1470 по сей день, скажите, окрестные ходы проходят, и в нашей любви, обязательно это важная часть культа. Они регулярно проходят в храмах православных, они все идут противосолонь, все. Вот как все идут, то есть когда встали, встали лицом на север и пошли не по часовой стрелке, а пошли против часовой стрелки, а против часовой стрелки, это означает солнце и против солнца. Оно же даже называется противосолонь, против солнца. То есть вот так идут, вот в эту сторону, крестный ход против часовой стрелки. И в результате, в результате в страну еще больше хлынули разрушительные энергии. Сейчас я вам рассказываю о большой исторической тайне, вы с первого взгляда поймете, о какой тайне идет речь. Дело в том, что старинный солярный символ, он так и называется, это свастика. Свастика это древнеиндийский, его просто дико испохабил и уничтожил этот символ, не буду говорить кто, но вообще-то этот символ, он связан с солнцем. И существует два вида, да, коловорот, два вида, закрученные вот так или закрученные вот так. Так смотрите, что произошло в результате смены. В результате смены направления движения, вот оно, когда ты идешь по часовой стрелке, то оно выглядит вот так. Оно называется правостороннее. А когда ты идешь против часовой стрелке, узнаете? Да. Оно выглядит вот так. Понятно, кто запрограммировал в 1400, было, оказывается, запрограммировано столько веков назад. Как вы думаете, среди иерархов, церкви, богословов, многообразованных людей, они знают все то, что я вам сейчас расскажу? Конечно, знают. Конечно, знают. Конечно, знают. И все прекрасно понимают, не хуже, чем мы с вами. Как вы думаете, были у них за эти века, века прошли, предложения вернуться все-таки к истокам и начать ходить правильно? Ходить правильно это как? По часовой стрелке. Были, но ничего не получается. Все, Сатурн, даже в этом проявляется, отдельные попытки реформы, они все быстро провалились, как ходили против часовой, так и ходят. Если ходить вокруг дома, учреждения, деревни против часовой стрелки, ты открываешь, как бы, ворота этого поселения врагу, точка. Так что, к вопросу о всех войнах, имевших место быть, значит, еще раз, это у нас конец 15 века, ну, там это далеко, мы можем вспомнить Наполеоновское вторжение, потом мы можем вспомнить 20 век, ну, и так далее. Хождение против часовой стрелки, это адский ад, противо салоний, это ты идешь против солнца. Вот вам второе объяснение, то есть мало того, что духовные корни порубили предков, так еще и то, что осталось, взяли и шиворот на выворот, исказили, видоизменили, и если вы спросите меня, когда-нибудь, ну, вернется, я церковь имею ввиду, крестный ход к историческому движению, думаю, что вряд ли, вряд ли вернется. То есть так против часовой ходить и будут, и тем самым Земля будет подвергаться опасности. На этот вопрос один священник ответил, что мы ходим не против часовой стрелки, а мы идем навстречу солнцу. Ну, как навстречу солнцу. Они против солнца? Ну, это они, это они лукавят. На встречу солнцу. Ну, как навстречу, да, это они лукавят. А как делать ватикан? Ватикан по солнцу. Конечно, 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 да, да, по салонь, по салонь, конечно, да, а это противо салонь. Ну, тут, мне кажется, настолько все понятно, просто это пример на уровне школьного такого, но поскольку тема такая, эту тему даже не обсуждают. То есть все, кто начинает изучать веру, им сразу говорится, что ходить надо против часовой и другие варианты даже не рассматриваются. Но, коллеги, применительно к нашей с вами жизни, если вы захотите изменить энергии и сделать так, чтобы дом ваш получил защиту, вы устроите вокруг своего дома хоровод такой по часовой стрелке, да, потому что мы понимаем, как это важно и как это связано с солнцем. Нельзя идти против солнца, нельзя ни в коем случае, а это просто дополнительно интересные очень примеры. Незадолго до, ну, в общем, это было более 100 лет тому назад, была выпущена купюра в России, 250 рублей. Вам видно, что там просвечивает на фоне двуглавого орла? Вот, мы видим свастику, видите ли? Вот она, и она противосолонная, свастика противосолонь, то есть это свастика против солнца. Это свастика против солнца, ну и, соответственно, вот она. Купюра эта долго не просуществовала. Вообще, со свастиками дело иметь крайне опасно, а те, кто свастику выбирал в 20 веке в качестве основного государственного символа, тут два варианта, я про Германию сейчас, либо они взяли вот противосолонную свастику нарочно, как разрушители, либо они просто перепутали, ну, то есть, хотели ту, а взяли по незнанию эту. Но поскольку по незнанию как-то не верится, значит, получается, что они выбрали из двух вариантов вот эту право, помните, правое и левостороннее, разрушительную, взяли ее осознанно. Но тогда, если они ее взяли осознанно, они сразу, как бы, предрекли своему рейху крах. Так, непонятно, да, если они ее взяли осознанно. Они же и руны также и портили, поэтому получилось, что они ее предрекли крах. Ну да, предрекли крах, да, да. Хоть это и их тоже культура, но они тоже наказали. Тоже там взяли и влезли в... Да, а вот, друзья, еще более интересный артефакт, исторический. Это нашивка на форме красноармейца. Да, да, 1919 год. Красноармейцы носили... Красная армия всех сильней. Носили нашивки, где была пятиконечная звезда, Причем, заметьте, звезда такая небольшая, а под ней такая свастища на всю вот эту нашивку. И снова, и снова разрушительная. Да, почему? Потому что было какое-то такое время, сто лет назад, когда все кругом увлекались свастиками. Но ведьм, но все время выбирали почему-то не ту, да. Не ту свастику, которую надо. Так что даже... А особенно умиляет внизу вот этот странный бантик какой-то. Не бантик, а бесконечный, а восьмерка. Завязанный, да, вот это вот... Восьмерка там. Да, звезда свастикой, да, и бантик. Это вот что-то такое, какая-то оккультная такая штука. Нет, мы не против. Ну, вы бы сказали, ну, ты свастику-то нормальную возьми и делай тогда. Что ж ты... Что ж ты... Бежевинок. Да, что ж ты делаешь с разрушением. Дальше. А вот пример. Кстати, хотел вам рассказать, что есть уникальная... Она называется свастичная икона. Да, она уникальная икона. Это икона, настоящая официальная икона. Конечно, такую икону трудно себе представить, кто-то бы ее увидел. Она в форме свастики, она называется символ веры. Скажите, тут правильная свастика? А вот тут правильная. А вот на иконе правильная. По салон, по солнцу. Она называется символ веры. Свастичная икона. То есть, вокруг вот этого... Видите, сколько всей активности, сколько движения вокруг свастики образовывалось? Ну, а это пример следующий. Тоже интересный. Да, вот это особенно. Вот кто вот так нарисовал... Вот смотрите. Нет, ну кто нарисовал-то мы знаем. Вы бы сказали, вы плохо изучали эзотерику. Это они нарисовали, как бы, ну, делая такой прогноз, что весь мир будет, да, наш будет завоеван. А вы бы сказали, да, но только не под вот этой вот картинкой. Да, под этой... И видите, вот стрелочка, то есть, против часовой стрелки, то есть, да, вот, четкое изображение планов и к чему эти планы приводят. Вот, ну, а теперь еще одно интересное. А вот это уже Соединенные Штаты. Там выпустили монету. Это была выпущена денежная монета. 1932 год. А написано здесь, конец депрессии. И имеется в виду, там была, они переживали огромную депрессию после дефолта в Америке. И выпустили монету, что, типа, все, депрессия окончается. Но свастику поместили снова не ту разрушительную, противосоломную. Поэтому вы бы сказали, вам тут надо не конец написать, а начало депрессии. Потому что... И влазит в центре. Да, а это всевидящее око. Один из масонских любимых, да, излюбленных символов. В общем, это не начало, не конец депрессии, а ее только начало. Таким образом, таким образом получается, что мы видим с вами, как все это очень сильно завязано и как это работает. Так что на вопрос, почему на Россию периодически нападают и вторгаются неприятельно ее территорию, у вас есть ответ. Вы скажете все вопросы к митрополиту Геронтьеву. Для чего он взял и изменил направление крестного хода? Сколько раз ходить? Сколько раз ходить, это уже такая другая история. Ну, в храме это все там по своим уставам идет. А вокруг нашего дома желательно сделать минимум три раза. Три раза. Три проходки. Вместе прошли по часовой стрелке и энергии, энергии изменились. Внутрь вошли, красный угол обустроили. То есть внутри защищает красный угол, снаружи ходить по часовой стрелке. Вокруг машины тоже можно? Вокруг машины нет. Потому что оно не сработает. Оно работает только на недвижимое, так сказать. Имущество, да. Это дом, деревня. Ну, то есть то, что машина... Увы, увы, да. Хоровод вокруг машины вряд ли. Если только она на этом месте и останется, тогда можно, да. Если не предполагается ее дальнейшее движение...